Вы можете спросить меня, почему я так долго говорю о выборах и какое вам до этого дело? Ну, вы же не избираетесь, это я, кандидат президенты, мне надо избираться, а вам вроде бы нет. Но ведь дело в том, что от выборов зависит наша жизнь. Это в Конституции написано «мы народ», но если выборов нету, тогда не мы народ осуществляем власть, а только один человек. Он назначает всех, от области до сельсовета получается, потому что областной назначает районных и доходит до сельсовета. Власть назначается сверху, она не назначается снизу. Какое это имеет значение? А такое, кто назначит, тому и будут служить. Назначили сверху, все внимание туда там выслуживается, а на простых людей никакой реакции, никакого внимания, хамства доходит уже просто до бесстыдства. Почему? Вы не влияете, вы нас не избираете, наплевать вам на вас. Вы знаете, к чему такое приводит? Ну, посмотрим в экономике, как такие начальники, которые, главное, чтобы они были преданными верхнему, работают. Посмотрите на промышленность. Досталась нам от Советского Союза нормальная промышленность, наверное, самая современная в Советском Союзе. Что она сильно выросла, работает до сих пор в некоторых местах на 50-летних станках. За 17 лет ни одного нового, более-менее существенного предприятия. Там построили один завод газетной бумаги, который 5 лет не может эту бумагу запустить. И все. За 17 лет Япония и Германия после войны разбомбленные стали самыми богатыми странами мира. А здесь та же экономика на дотациях держится. Россия сокращать надо, начало дотации. Все, кризис, проблема, караул. Начали лезть в долги. За несколько лет наодалживали половину валового внутреннего продукта. То есть надо полгода не кушать ничего, воздухом питаться нам и работать, чтобы отдать долги. Но самое страшное, что темпы роста отдавать-то будет. Наши с вами дети и внуки. Кто может помочь экономике в такой ситуации? Малый бизнес. Малый бизнес, наверное, откатов не платит, неконтролируемый, его начинают душить. Постоянно в ситуации отсроченной смерти. Назвали их почему-то этих людей, которые стараются сами заработать, другим работу дать, назвали вшивыми блохами. Эмиграция. По официальным данным, только в России работает, по нашим данным, 600 тысяч белорусов. По российским данным, больше миллиона. А есть еще эмиграция в Европу, Америку, в Украину уже едут. Есть ли у нас такая счастливая страна? Почему люди уезжают? И еще одна проблема. За 17 лет количество белорусов, тех, кто уехал, осталось, уменьшилось на 850 тысяч. Вымираем. У нас что, война что ли была? А если дальше эта власть поддерживается? Что там? Белорусов не останется? Китайцев завозить будем, да? Уже начали завозить этих китайцев. И, наконец, такая проблема, как отношение к пенсионерам. Вопрос даже не в том, что, да, пенсии маленькие, и повышают их не, как положено, по закону. Под инфляцию, под рост зарплат, а под выборы. Вот сейчас подняли под выборы, и цены пошли вверх. Что будет с этой пенсией после выборов? Наверное, это очень стыдно и грешно обманывать стариков. Тем более, что они многого просто не знают. Они с чем сравнивают-то? Они сравнивают с тем, что было раньше, что они помнят. А помнят они войну, разруху, голод. Вот, они смотрят этот телевизор и верят ему, потому что у них теперь хлеб есть, молоко, конфеты бабушка в деревне может себе купить, какие-то карамельки. Но они же не знают, они в интернет не ходят, они за границу не ездят, как живут пенсионеры в странах, которые еще 20 лет жили, как они. Вы знаете, какой самый массовый контингент на курортах в Египте в это время? В таких недорогих отелях. Или в Португалии и в Испании. Польские пенсионеры. А нашим это снилось? Еще одна проблема. Отношение к молодежи, образованию. 70% платит студентов за обучение. Страна бесплатного образования. Те, кто не платит, принудительно уезжают работать. Очень часто в Чернобыльские районы. Школьная реформа 10 лет, 12 лет, 11 лет. И все только за несколько лет. Что потом с детьми случается? Болеют, нервничают. Суициды, самоубийства выросли в несколько раз. Почему министр образования не наказан? Почему он работает? Почему он не под судом? Я даже слышал, что он теперь руководит избирательной командой одного из кандидатов в президенты. И вообще по поводу детей. Вы знаете, я считаю, что право на счастливое детство есть у всех наших детей. А не только у одного ребенка. Что надо сделать, чтобы изменить ситуацию? Я тут лучше на Белорусской море буду. Ну, вы видите, когда она такая мягкая, что когда говоришь про нечто жесткое, то она тут к крышку не подходит. Я признаюсь, что надо, так кажется, накричать на кого-нибудь на Белорусской море мне тяжковато. Я иначе раз думаю про то, что когда мы более стали говорить, разговаривать один с другим по Белорусскому, то меньше злости между нами было.